Здарова народ, вы на канале арте. Сегодня у нас снова смайт и как вы поняли из названия я хотел бы поговорить с вами о будущих богах. Мне понравилось делать короткие разговорные видео по смайту, понравилась ваша отдача, комментарии и в целом активность на таких роликах, поэтому я думаю подобного на канале теперь будет в разы больше. Ставь кстати лайк и подписывайся на канал если тебе подобный формат заходит. Датамейнер нашли в файлах игры упоминания о двух, возможно, следующих богах. 112-ый бог скорее всего будет японский оборотень Данзабуру. Данзабуру Дануки это знаменитый тануки из года Сада, что в префектуре Нигита. Его также называют Данзабура Мудзина, так как на местном диалекте тануки там зовут Мудзина. Он считается главным тануки в городе Сада. Проказничал он знатно. То наколдовывал для гулящих по вечерам людей мираж, в виде возникающей из ниоткуда стены, то превратившись в человека расплачивался превратившимися в деньги листьями в разных лавках. То есть как мы понимаем персонаж забавный, юморной. По способностям пока информации немного и не совсем понятно к какому классу он будет относиться. Основная атака Данзабуру метательная. Также скорее всего будет создавать копию себя, которая будет действовать как приманка. Возможно, в способностях будет сеть. Упоминаются также ауры, дебафы и исцеления. Если помечтать, возможно он будет охотником, который будет кидать сеть, ставить приманку и возможно хилить себя и других. Возможно Данзабуру будет магом, также с возможностью хилить и дебафать. 113 бок скорее всего будет Тиомат из нового шумера Аккадского пантеона. Еще раз, для тех, кто будет говорить о том, мол дополняйте старые пантеоны. Зачем делать новое? Хайрезы уже давно сообщили о том, что будут выпускать богов в том порядке и в тех пантеонах, которые интересны им. Цели заполнить старые пантеоны у них нет. Если их заинтересует божество из старого пантеона, то оно тоже появится в игре. Итак, Тиомат женское олицетворение первобытного океана хаоса соленых вод, из которых родилось все, в том числе и боги. Тиомат смешала свои воды с Аббом, тем самым дав начало миру. Тиомат предположительно изображалась в виде дракона или гидры с семью головами. В тексте Энума Элиш упоминается как женщина. Народившиеся боги вступили с ней в борьбу, а убивший ее Мордук из ее тела создает небо и землю. К сожалению, по Тиомат информации еще меньше, чем по Дэнзабура. Возможно, будет увеличивать базовую силу атаки и лайфстил. Также имеет метательные способности, скорее всего, как и большая часть богов с матью, собственно. Возможно, интеллимативная способность будет увеличивать многократно урон от базовых атак. По всей видимости, еще один охотник. Вариантов на самом деле очень много. Боги на самом деле интересны. Я буду ждать Тиомат, потому что она забавно выглядит на картинах, которые мы можем видеть. И я бы хотел... Вообще, вообще, Хайрезы очень круто представляют свое видение богов. Поэтому я думаю, что Тиомат не будет выглядеть вот так, как она выглядит на фресках, картинках и так далее. Потому что иначе это будет еще один Цервер, как по мне. Дэнзабуру... Ну, меня, если честно, не очень привлекает, потому что визуально он очень странный. Я нашел его упоминание только в одной лишь игре, в каких-то пазлах. Вот картинку вы сейчас увидите. Больше я его нигде не нашел. Собственно, больше его никуда никто и не добавляет. Ну, на самом деле, пока на этом информация, так сказать, все. Информации крайне мало. Я надеюсь, вам было интересно. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что в моей группе ВК постоянно проходят розыгрыши скинов по смайту, скинов с паладинов и так далее. Поэтому вступайте в группу. Подписывайтесь на ютубчик. Дам осталось до 6000 всего ничего. И спасибо за просмотр. Надеюсь, такой вам формат нравится. Спасибо за просмотр.